Вы в молодые, у вас есть инновационные идеи? Вы можете рассчитывать на государственную поддержку. В регионе запущена программа «Умник». Начинающие ученые могут представить свои разработки и в случае победы получить финансирование. О критериях отбора и перспективах курским студентам рассказали специалисты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Студент-медик Михаил Инархов исследует новые полимерные имплантанты. Их он считает настоящим новым в современной медицине. В Питере были разработаны новые пленки, которые имеют определенные свойства. Данные пленки мы внедряем в организм животного и используем в качестве, например, покрытия на какой-либо оперированный орган, например, на полый орган, в данном случае на кишечник. Соответственно, потом изучаем его действие и оно в данный момент является положительным. В июне этого года администрация региона и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере подписали соглашение. Теперь и в Курске есть свое представительство в помощь молодым инноваторам. Их более ста, и все они мечтают воплотить свои идеи в жизнь. Их проекты должны быть актуальными с четко продуманным планом действий. Проект должен приносить прибыль рано или поздно. Человек должен это понимать, он должен осветить рынок сбыта, понять, когда он какие-то деньги сможет зарабатывать и как он это вообще видит. Программа для молодых ученых рассчитана на два года. Победитель получит 400 тысяч рублей. Компании уже малоинновационных предприятий, которые уже на этапе коммерциализации, введения своих разработок на рынок, они имеют возможность привлечь до 6 миллионов рублей за три года из этого фонда. Соответственно, есть пять направлений, основных по которым происходит отбор данных проектов. Это медицинное будущее, информатурно-технологии, современные материалы и так далее. Заявки принимаются до конца месяца, а уже в октябре будут выбраны самые инновационные разработки. Антон Исюков, Андрей Зарубин, телеканал СЕИМ.